Привет, с вами Иван Жданов. Сегодня 5 декабря, 285 день войны. Собрали для вас все самое важное. В Саратове и Рязани прогремели взрывы на аэродромах стратегических бомбардировщиков, а в украинском небе сбитый К-52 и Су-24. Вступила в силу нефтяной эмбарго. В Лондоне, возможно, арестовали Фридмана, а в Швеции могли убить главного критика Кадырова. Под Саратовом на аэродроме стратегической авиации прогремел взрыв. Вот такие кадры опубликовали местные жители. Скорее всего, речь об аэродроме Энгельс-2, где базируются стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95. Некоторые СМИ пишут, что это атака беспилотника, а в ходе нее были повреждены два самолета Ту-95. От Энгельса до ближайшего украинского аэродрома под Харьковом около 700 километров. Ни один из официально существующих украинских дронов так далеко долететь не мог. С другой стороны, украинская сторона буквально вчера написала завершение работ над дроном, способным летать на тысячу километров и нести 75 килограммов взрывчатки. Нельзя исключать и диверсию с близкого расстояния дронами Камикадзе. Ну и, конечно, могло что-то само взорваться на аэродроме. Может, так торопились разбомбить украинские города, что просто плохо закрепили крылатую ракету. Вот она и упала. Что важно, именно с этого аэродрома готовили новую бомбардировку Украины, как сообщала разведка. Но это еще не все. Сегодня же утром взорвался бензовоз на аэродроме в Рязани. Сообщают о гибели трех человек. Еще шестеро получили ранения. А ведь там тоже аэродром дальней авиации. Даже на спутниковых снимках из гугла видны бомбардировщики Ту-22, которые тоже используются для атак Украины. Можно предположить, что все это следствие ошибок при подготовке очередной массированной бомбардировки украинских городов. Ночью начали готовить самолеты к взлету и пошли ошибки. Но, опять же, два аэродрома с самолетами дальней авиации одновременно это совпадение? Вы напишите в комментариях, что это. Однако, если вы думаете, что это все плохие новости для российской авиации сегодня, то нет. Вот такое видео появилось вчера. это небо над Донецкой областью. Аналитики пишут, что этот вертолет Ка-52 был сбит еще в конце ноября, причем, по всей видимости, ракетой комплекса С-300. Однако в прокремлевском канале российской авиации только вчера опубликовали прощание с двумя пилотами, предположительно именно вертолетчиками. Хотя, может, речь шла об экипаже вот этого сбитого бомбардировщика Су-24. Он был уничтожен в районе Бахмута, где сейчас продолжаются самые напряженные бои. Несмотря на массированные атаки вагнеровцев, украинские силы пока удерживают город и окрестности. Например, они все еще сражаются за опытное. Это на юге от Бахмута. Но ситуация близка к критической. Разные западные СМИ подтверждают серьезные потери ВСУ здесь. Этот участок под массированным обстрелом артиллерии и хотя все признают, что большого стратегического значения Бахмут уже не имеет, ЧВК Вагнера пытается захватить город даже ценой своих огромных потерь. Видимо, для них это какой-то принципиальный вопрос. Вот, например, руководитель офиса Зеленского Ермак подтвердил информацию об окружении под Бахмутом грузинских добровольцев из 57 бригады. Пятеро из них погибли. Сам город Бахмут почти целиком лежит в руинах, как ранее Мариуполь. А теперь оккупационные власти сносят жилые дома в Мариуполе, чтобы скрыть следы своих преступлений, обстрелов многоэтажек. Эти работы четко видны со спутника. Но это не поможет. Обязательно будут проведены все необходимые расследования. Суды и виновные рано или поздно понесут наказание. А мир обязательно узнает всю правду о Мариупольской трагедии. Замести следы не выйдет. Российская армия совершает преступления против своих же солдат. На войне казнили еще одного заключенного Виктора Савальнева из колонии в Калужской области. В конце ноября он позвонил жене и сказал, что его собираются расстрелять, потому что солдаты из его рота дезертировали. 1 декабря жене сообщили, что Виктор погиб в бою, но в организации «ГУЛАГУ.НЕТ» считают, что его именно казнили, когда этого казнили Евгения Нужина. Виктор перед смертью передал через жену обращение. Вот что он сказал. «Минобороны расстреливает людей. Не посылайте туда людей. Хватит. Они хотят всех убить». Вот его сообщение. Хорошо бы, чтобы это обращение дошло до всех, кто думает, что окажется на фронте, как-то там пропетляет и вернется домой целым. Не получится. Чтобы весь этот ужас остановился, Украине нужна помощь Запада, и она ее получает. Великобритания, например, завершила очередной этап обучения солдат ВСУ. Последние, в 22-м году. Но эти программы только расширяются, подготовка пополнения идет полным ходом. Литва отремонтировала еще две немецкие САУ ПЗХ-2000. Ранее сообщалось, что они часто выходят из строя, потому что работают в слишком высоком темпе. А еще литовцы отправили в Украину партию из 50 броневиков. Всего будет 200 штук. А также артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров. А вообще украинцы сами наладили производство снарядов. Как советских калибров 152 и 122 миллиметра, так и натовские 155 миллиметров. Судя по кадрам, производство мелкосерийное, но уже что-то. Вообще снаряды чуть ли не главная тема. Они все-таки расходуются гораздо быстрее, чем те же ракеты Хаймерсов. Поэтому США готовят к весне производить по 20 тысяч снарядов для гаубиц в месяц. И поставлять в Украину, конечно. И хотя есть много скептиков, я думаю, американская промышленность это сможет сделать. В Лондоне задержали некоего российского олигарха по подозрению в отмывании денег. Имя официально не сообщили, но наша версия, что это Михаил Фридман. Например, глава нашего отдела расследований Мария Певчих увидела в новостях фото из особняка, нашла поэтажные планы Фридмановского дома и все совпало. Может помните, Фридман весной жаловался, что у него из-за санкций нет денег на уборку. Наверно, на уборку того самого дома. Подождем официальной информации. Но если это действительно Фридман, то, конечно, он не самый главный злодей. Но, тем не менее, лиха беда начала. Там есть еще более рьяные пособники Путина. И хорошо бы всех коснулась вот эта рука великобританского правосудия. Сегодня вступил в силу запрет на морские поставки нефти из России в Евросоюз. А еще заработал потолок цен на российскую нефть. Он составит 60 евро за баррель. Сумма долго обсуждалась. Вы помните, Польша хотела снизить до 30, Греция повысить до 70. В итоге договорились, ну не то, что посредине, но хоть где-то договорились. При этом Венгрии удалось соскочить, а на ограничения соблюдать не будет. Вообще, посмотрим, как это все будет работать. Я, честно говоря, немного скептичен. Сегодня утром в Ярославле в трехэтажном жилом доме произошел взрыв газа. Пишут, что обрушилась крыша здания. Одного человека в тяжелом состоянии увезли в больницу. А вчера обрушился дом также в Нижневартовске. Причиной стала детонация газового баллона. По последним данным, пять человек погибли, семеро пропали без вести. На разбор завалов может уйти еще несколько дней. И вот буквально только что пришла новость, что в Заволжье, это Нижегородская область, тоже произошел взрыв газа в жилом доме. Мы сейчас постоянно вообще слышим такие новости и наверняка продолжим слышать, потому что все ресурсы государства брошены не на помощь людям, а на войну. Они не хотят заботиться о российских домах, они хотят разрушать побольше украинских. Непонятная новость пришла из Швеции. По некоторым источникам там убили чеченского блогера Тумсу Абдурахманова. Это был известный критик Рамзана Кадырова. Он уехал из России еще в пятнадцатом году, а в двадцать первом получил в Швеции политическое убежище. Могли видеть его в наших эфирах, мы звали его как эксперта по вопросам Чечни. Но мне кажется, о его смерти говорить еще рано. Все-таки есть надежда, все же шведские СМИ ничего не сказали на эту тему. Если информация верна, то выражают соболезнования его близким и ненависть к кадыровским ублюдкам, которые наверняка за этим стоят, если это случилось. Молдавский тиктокер Никоглай записал большое видео о том, как его пытали в московском отделе полиции. Пытали прям по-настоящему, он там много подробностей описывает. Осенью он выпустил пародию на российских военных, его задержали, заставили прилюдно извиниться и депортировали в Молдову. Это еще одно свидетельство того, что российские силовики ведут себя как звери. Для тех, кто находится в правозащитном контексте, это давно уже не новость. Но чем больше людей об этом узнает, тем лучше. Сенатор Клишес заявил, что хочет сделать положение уехавших россиян менее комфортным. Речь про тех, кто уехал за границу, но продолжает работать на Россию. Прежде всего в так называемых чувствительных сферах, например, государственном секторе. Клишес сказал, что сам по себе отъезд это не преступление. Сюрприз, сюрприз. Но добавил, что власть работает над тем, чтобы ограничить возможности таких людей. Вообще тем, кто до сих пор работает в госсекторе, я без относительно всякого клишеса. Советую хорошо подумать и все-таки перестать это делать. А всем, кто смотрел этот ролик, стоит подумать о том, чтобы показать его еще своим знакомым. Тоже полезно. Или подумать о том, чтобы поставить лайк или написать комментарий. Спасибо вам большое. Если вам новости наши кажутся полезными, то поддержите нас на Патреоне популярной политики. Уже больше 30 человек людей, которые поддерживают именно наши выпуски. Вот как раз имена, ники их на экране. Это те, кто хотел показать свой ник или лозунг или что угодно. Я прощаюсь с вами до завтра. Увидимся. Всем спасибо большое. Спасибо.